События диски усиления подходят к своему логическому завершению. А значит самое время задуматься, какие же еще ивенты ожидают нас в этом обновлении. Большой всем телевизорный привет, с вами на связи Аркадий и Толкенвей. События диски усиления подходят к своему завершению. Как вам это событие? Понравилось или нет? Смогли ли вы пройти все испытания на 8000 очков, либо же выполняете просто на 5000. Если у вас какие-то все-таки проблемы с прохождением бывают, то приходите завтра на прямую трансляцию, которая будет проходить в 21.40 по московскому времени. Там я буду стараться помочь вам пройти это событие хотя бы на 5000 очков. Ну а если не хочешь приходить на стрим, то обязательно заходи либо же в Дискорд, либо же во ВКонтакте, либо же в Телеграм. Там у нас достаточно интересная комьюнити, которая с удовольствием постарается помочь тебе пройти ивент минимум на 5000 очков. Ссылочка на все соцсети мои будут в описании. В принципе, событие получилось достаточно интересным. Можно было и просто челленджи себе устраивать, проходя события на 8000 очков в каждую стадию. Можно было просто вальяжно проходить на 5000 очков и ни о чем особо не париться. В общем, событие достаточно неплохим получилось по итогу. Плюс к тому же там выдали Диону, много примагемов, новые механики. В принципе, получилось достаточно интересно. Но какие же другие события нас будут ожидать? Давайте с этим разбираться. 14 мая стартует новое игровое событие под названием По следам ветра. Его уже анонсировали на стриме разработчиков, но давайте рассмотрим его чуточку поподробнее. Событие будет проходить с 14 мая по 24 мая. В этом ивенте мы будем играть одну из классических игр Манштата. Игроки будут делиться на две команды. Одна команда будет командой мятежников, а вторая командой охотников. Мятежники должны будут прятаться на локации, а охотники, как можно понять из названия, будут пытаться их найти. Если вы играли в мобильные игры, основанные на механике пряток, то правила этой игры вам будут вполне понятны. Мятежники будут прятаться и видоизменять свои модельки под какие-то объекты. Это могут быть, наверное, кусты, ящики, ну и всякое подобное. У мятежников будет возможность получать ускорение, и они будут всячески стараться убегать от охотников. То есть их основная задача будет продержаться как можно больше времени и не попасться охотникам. Охотники, в свою очередь, бегают по локации и пытаются найти мятежников, которые ныкаются по всяким точкам. Как только они его находят, ему надо будет нанести несколько атак, чтобы мятежник был повержен и его засчитали. В принципе, достаточно прикольное событие будет из того расчета, то что я уже понимаю, то что оно будет кооперативное. А чем больше кооперативных ивентов, тем становится веселее и на стримах, и в видео. Потому что можно будет просто поиграть с друзьями, повеселиться. Это очень классно, то что разработчики действительно добавляют разнообразные механики в свои ивенты. В каждом ивенте у нас есть вот какая-то подобная мини-игра, которой до этого не было. Прям большой-большой респект разработчикам за это. Надеюсь, они не будут останавливаться на достигнутом, и каждый раз ивенты будут новыми. Но при этом возникает небольшое чувство сожаления по поводу того, что такие ивенты вот они один раз провелись, и все. У тебя больше нет возможности поиграть в него вновь. Допустим, то же самое событие Tower Mechanicus, да? Очень прикольная была штука, можно было бы добавить туда еще бесконечные режимы, всякое подобное, но вот, увы, его уже больше с нами нет. Скорее всего, оно будет введено в следующем году, но в любом случае, я был бы рад, если была бы такая вот возможность в своем доме, допустим, запустить старые ивенты и поиграть в старые мини-игры. Поставь лайк и напиши комментарий, если ты действительно хочешь повторения какого-то из старого ивента, по которому ты скучаешь. В общем, вот такое вот событие будет с 14 по 24 мая под названием «По следам ветра». Новый баннер с Эолой, а также новый оружейный баннер с песнью «Разбитых сосен» будет доступен с 18 мая по 8 июня. Эола — это новый пятизвездочный персонаж. Это криво-двуручный мечник. Очень интересный персонаж, пока особо подробностей про нее нет, но надеюсь, очень скоро нам ее прям полноценно анонсируют. И в этом случае мы обязательно рассмотрим и Эолу, и ее оружие как можно подробнее. Ну а пока лично я уже набрал огромное количество примагемов и буду пытаться ее выбить. Да, если ты тоже будешь пытаться выбивать Эолу, то обязательно приходи в день выпуска Эолы к нам на стрим, и мы вместе с вами будем сидеть и открывать большое количество Эол. Ну а если у тебя больше 100 молитв уже собрано, то можешь написать мне в личные сообщения, запишем с тобой отдельное видео. После запуска нового баннера сразу же будет запущено новое событие под названием Туманное Подземелье. Оно стартует 21 мая и продлится до 31 мая. В чем же заключается суть этого Туманного Подземелья? Дело в том, то что эти подземелья мы будем проходить определенными отрядами. То есть разработчики соберут для нас определенные отряды, экипируют их так, как им хочется и заставят нас проходить различные подземелья. Всего их будет 4 штуки, можно будет посмотреть, какие противники нас там будут ожидать заранее. И нам надо будет просто проходить эти подземелья с определенными отрядами. Да, вот такой вот своеобразный челлендж, чтобы мы проходили не своими любимыми отрядами, а теми отрядами, которые собирают для нас разработчики. Будет интересно посмотреть, возможно там будут какие-то сверхъестественные отряды, но честно говоря, скорее всего, будет просто, надо будет пробежать с разнообразными усложнениями, но не более того. И в конце этого события начинается сразу же новое событие под названием «Поймай меня, если сможешь». Оно будет проходить с 27 мая по 8 июня. В этом событии нам нужно будет найти неуловимого странного хиличурла. И помочь его найти смогут нам и его собратья. А кто у нас умеет общаться на хиличурском языке? Правильно. Это наша любимая девочка, которая постоянно нам помогает со своими побочными заданиями на общение с хиличурлами. Именно при помощи ее переводчика мы будем общаться с хиличурлами, которые будут подсказывать нам, где найти этого странного хиличурла. Там будет прям цепочка заданий дополнительных, мы ее будем проходить, и после этого в конце будем убивать этого странного хиличурла и зарабатывать большое количество примагемов. Ну а в конце нас будет поджидать старик Либэнь. Либэнь это торговец, который приходит нам в каждом обновлении, и это уже такое филерное событие. Для тех, кто только начинает, я расскажу немножечко про Либэнь. Либэнь это странствующий торговец, который приходит в Манштадт, и каждый день он предлагает нам купить у него одну рандомную коробку. В коробке находятся примагемы, плюс некоторое количество ресурсов для прокачки наших персонажей. В обмен на эту коробку он просит обычно какие-нибудь легкие расходники. Чаще всего это будут овощи, либо фрукты, которые находятся по всему Тайвату. Но при этом он выдает определенную коробку каждому игроку, но у каждого игрока эта коробка разная. Поэтому если вам не нравится коробка в вашем игровом мире, вы можете сходить в мир друга и обменять там на другую коробку, если вам хочется. Из побочных событий нас также будет ожидать разлив книг мастерства. Это событие будет проходить с 31 мая по 7 июня. Это событие будет идентично разливу артерий. Только в этом случае мы будем получать двойной лут книг для прокачки наших талантов из подземелья. Воспользоваться этим событием можно будет 3 раза в день. То есть 3 раза в день мы за 20 смолы будем получать лут идентичный 40 смолым. То есть нам в течение 7 дней надо будет пооформить обязательно книжки талантов для того, чтобы можно было прокачать наших героев. Классное событие, прям от халявы такой отказываться точно не стоит. Ну а еще точно так же нас должны ожидать на ежедневные награды за вход. Это тоже стандартное игровое событие, которое обновляется каждый патч и в течение недели нам надо будет просто заходить в игру для того, чтобы получать стандартные награды. Пока точно, когда такая неделя стартует не анонсирована. Возможно, кстати, такой недели и не будет, но в любом случае обычно каждый патч такое событие запускается. Вот в принципе и все события, которые нас ожидают в этом обновлении. Надеюсь, вам они понравятся. Напиши, пожалуйста, какое событие ты ждешь больше всего. Либо же ты ждешь, скорее всего, стрим разработчиков об обновлении 1.6 для того, чтобы получить халявные примагемы. Да, я более чем уверен. В общем, на сегодня это все. Не забывай подписываться на все соцсети, не забывай прожимать свой царский лайк и подписку на этот канал. Вам не трудно, а мне очень приятно. Стараюсь сделать для вас ежедневный контент и если вы хотите меня поддержать, то комментарий, лайк, подписка это самое простое, что вы можете сделать. А так, большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok